Привет всем, ребята! Вы на моём канале. Сегодня у нас 25 февраля, суббота, 8 вечера. И сегодня мы на Чиле. Итак, мне кажется, каждый из вас задавался вопросом, типа, ну, раскроем тайну художников. Я некоторые из них знаю, некоторые не знаю. Итак, первая тайна художника. Что он использует в каком-то своём портрете, который он рисует сам, именно из головы, и хочет добавить элементы красивые, хорошие, такие, знаете, типа, окей, элементы. Ну, вообще, это не тайна. Вот все знают то, что использует художник. Краски и карандаши. Ну, пластики, простые карандаши, кисточки, краски. Она сказала уже. И флом... Маркеры. Вот именно марки... Маркеры, не фломастеры. Маркеры. Это всё у меня есть. Я рисую. Я рисую, как бы, от своих воспоминаний. Голова. У нас есть голова. Не надо что-то брать, там, с интернета. Господи. У нас есть голова. Всё. Голова — это главный инструмент человека. Ну, и руки. Куда без золотых рук? У меня они идеально золотые. Сверкают бриллиантовые руки. Вот. И... Так как я практически художник, у меня очень много картин. Ну, раньше я рисовала красками, там, именно фломастерами, не маркерами, а фломастерами, и, там, что-то пыталась сделать, да? Ну, красиво получалось. Для моих лет это было очень даже хорошо. Но сейчас я взяла, взяла карандаш художника. И... У меня даже хорошее воображение, потому что я ни одну картину нарисовала с головы. Ну, людей я всегда рисую с головы. Никогда. Ну, один раз было, что я нарисовала Амирочка. Его я взяла с головы. Ну, то есть, с интернета. Ну, даже тех людей, которых я смотрю в интернете, и вот он мне нравится, я знаю, его хочу нарисовать. Мне я добавляю частичку от себя. Допустим, там, морщинку, да, могу, горбик на носу добавить. Это... Это делает мою картину не хуже, а наоборот, еще выше в моих профессионалах. И... Я... Мини Пикассо нарисовала Пушкина. Там я добавила кое-что именно от себя. Я... О, Господи. Я добавила ему вот такие вкусенькие вот реснички. Сама, в принципе, человек на мальчике ресницы. Не рисует, кроме меня. Да, я рисую ресницы на мальчиках. Они... Они дополняют их. В смысле... Без ресницы это как? Вот никак без ресниц. И... Картина хоть и не изменилась, но зато там есть частичка вас. Второй секрет. Как художники вообще... Как они учатся рисовать? Вообще, раз плюнуть они это делают, ну, это очень легко. Возьмите в руку карандаш. Если вы... Как бы, можно сказать, почувствуете эту волю к художнику, вы начнете красиво хорошо рисовать. Да, будут у вас ошибки. Да, вы будете выливать листы с альбома. Ну и что? Это все... Огня. Продолжим. Итак. На чем мы остановились вообще? А. Как научиться рисовать? Я... Я не знаю, я умела рисовать как бы. Ну, каждый человек умеет рисовать. Он просто не чувствует эту силу, волю. Он не чувствует эту волю, которая... которая придаст ему силу. Просто нужно нарисовать. Красиво получилось. Поздравляю, ты научился рисовать. Некрасиво получилось. Если некрасиво получилось, то это вообще... Ты нарисовал? Вот просто... какой-то человек может взять просто... Я не знаю, взять кисточку, да, или краску вот так, пульнуть ее в холст. Там остается отпечаток, и все. Это может продаться за 5 миллионов, блин, долларов. Поэтому даже одна точечка, ну, на холсте одна точечка, она дополняет все. Абсолютно все дополняют те виды, которые вы даете из головы, и сейчас вообще не об этом шло дело. Я просто сейчас начинаю что-то болтать. Итак, даже точечка на холсте, она будет продаваться за 5... Не важно, за сколько денег это все будет продаваться. Важно, что вы сделали в этой картине. Например, для меня мне вообще все равно сколько я рисую, что я рисую. То есть мне все равно сколько я рисую, и будет это продаваться, и вообще за сколько это будет денег продаваться. Я рисую потому, что мне это нравится, мне хорошо, меня это успокаивает, можно сказать. Но потом опять нервирует, потому что ничего не получается. Ладно. вот. Третий секрет. Третий секрет поразит вас. Лучше сядьте, не надо стоять. Никаких секретов в этом нету. Я серьезно. Никаких секретов нету. Просто рисуйте. Рисуйте вам это. Если нравится, то вы будете продолжать, продолжать, продолжать это художество, и в конце и в конце вы станете художникам. Поэтому никаких секретов нету. Да. Вот так все легко. Даже если вы собираетесь нарисовать человека в первый раз, у меня получилось. но я не добавила туда брови. И вы знаете, картина все-таки есть. Она красивая, поэтому в любом случае вам вы будете рисовать, если вам это нравится. лично я обожаю рисовать и целый день этому посвящаю. Целыми днями, ну практически. Никогда болею. Даже вот я заболела, да, сейчас я не болею, но чуть-чуть еще болею, но так вообще ок. Я рисовала. Я сидела, мне было плохо, ну как плохо, не было нормально, но я сидела и рисовала. Вот так еще раз повторяю, ваши силы это ваше здоровье, поэтому делайте что хотите, рисуйте, занимайтесь каким-нибудь спортом, например, гимнастикой. Гимнастика это хороший спорт, но я больше предпочту пожалуй танц. Я люблю балет без танцев. И кстати я скоро буду заниматься на пианино. Возможно даже научусь играть, почему возможно даже, да, я научусь играть на пианино и это тоже моя мечта. Я обожаю пианино и все что с ним связано. Даже в пять лет у меня был синтезатор. Я на нем играла, но он сломался. Поэтому сделайте из этого вывода напишите все, что вы думаете в комментариях. на этом всем пока. Кстати, не забудьте подписаться, потому что наш рейтинг падает вниз. Мы скоро вообще без подписчиков останемся. Поэтому подпишитесь пожалуйста на мой канал, ставьте колокольчик и ставьте лайк.